Приветствую вас, уважаемые мужчины-весы. Приветствую гостей канала. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на ноябрь 2019 года. Рассмотрим ожидаемые события по основным сферам нашей жизни. Что там ждет, что ожидается, что сбудется, что не сбудется, что придет, что уйдет. Итак, какие события ожидают вас, уважаемые мужчины-весы, в ноябре 2019 года? Какой будет фон месяца? Отлично. Какие события ожидают в сфере работы? Какие события ожидают в сфере бизнеса, кто занимается? Какие события ожидают в сфере финансов? Как сложатся отношения для тех, кто в паре? Какие события ожидают в личной жизни? Кто свободен и кто в поиске? Сейчас, наверное, вот так вот сделаем. Что уйдет в ноябре месяце? Что придет в ноябре месяце? Хорошо. Итак, приступим. фон месяца. Выпал Туз Пентакли. Отличная карта. Отличная карта. Даже бытует мнение такое среди торологов, что Туз Пентакли, если выпал в раскладе, можно остальные карты не смотреть. Вот как-то так, друзья. То есть, фон месяца просто отличный, обнадеживающий и, в общем-то, намекающий на очень-очень перспективные обстоятельства. Идем дальше, посмотрим, что там по сферам, сферы работы. Так, тут у нас выпал император. Ну, здесь император может, знаете, говорить о том, что вам очень много придется на работе общаться со своим руководством. Не исключено, что появятся какие-то новые требования, новые инструкции, новые указания. Не исключено, что усилиться, ну, не сказать, чтобы давление со стороны руководства. Вот. Скорее всего, это будет своего рода жесткий контроль. Жесткий контроль за исполнением ваших обязанностей. Вот так даже. Вот. Ну, учитывая, что у нас выпал туз Пентакли, друзья мои, вполне возможно, что кто-то из вас получит покровительство со стороны своего руководства. Кто-то получит предложение по работе. И это может. Причем предложение будет даже, возможно, на руководящую должность. Вот. Предложение с повышением зарплаты, с повышением статуса. То есть, что-то такое очень серьезненькое, я бы так сказала. Те, кто занимается финансами, друзья мои. Ну, вот если соединить, как говорится, туз Пентакли и колесницу, ну, получится довольно-таки хороший альянс, который предвещает какой-то новый проект. Либо успешный старт какого-то нового бизнеса, успешное партнерство с кем-то, получение хороших дивидендов в ноябре, получение отличнейшего заказа, который подымет вашу финансовую составляющую на несколько порядков. Увеличит вашу клиентуру на несколько порядков. Вот. Не исключено, что и вас примут в более статусное общество, что ли. И вы завоюете там свой авторитет, уважение. И к вам начнут присматриваться, прислушиваться. То есть, вы начнете пользоваться, ну, грубо говоря, пользоваться спросом. Либо среди своих партнеров, либо среди тех, с кем вы заключаете сделку. Либо среди каких-то клиентов. Вполне возможно, что эта колесница, она может говорить о приходе нового клиента, очень крупного клиента, который для вас будет делать всю погоду. Ну, также не исключено много поездок. Много очень поездок. И причем, если будут какие-то новые сделки, то они могут быть за пределами вашей территории, где вы ведете бизнес. И такое не исключено. И вам придется туда ездить. И это будет очень выгодное, выгодные поездки. Поэтому вряд ли вы от них откажетесь. Вот такой плодотворенький месяц вам бизнесмена намечается. Что касается финансов. Ну, шестерочка чаш, она такая мягкая, конечно. Она не говорит о самих, как бы, деньгах, да, вот, непосредственно. Она больше, говорит, какой-то эмоциональной составляющей. И я бы так сказала, что финансовый вопрос вас будет не то, чтобы мало волновать, но вы успокоитесь. Вот так даже. Успокоитесь. То есть вам будет, начнет на все хватать. И на семью, и на подарки, и на поездки. Ну, как-то такая, знаете, как бы стабильность. Наступит стабильность. Вот. Возможно, что из прошлого какие-то денежки вам поступят. Возможно, что помощь получите от своих родственников. Может, от взрослых детей какая-то помощь придет вам. То есть, понимаете, намечается достаток. Вот так вот, уважаемый мужчина, я бы сказала. Намечается достаток. И это хорошо. Идем дальше. Отношения для тех, кто в паре. Здесь у нас выпала двоечка мечей. Ну, нежданчик. Я всегда эту карту называю нежданчик. Что-то такое произойдет в ваших отношениях, чего вы не ожидаете. Хорошее, плохое. Ну, тут сложно сказать. Но будет нестандартная ситуация. И вполне возможно, вы встанете, как говорится, в тупичок в легкие. Как поступить? Что сделать? Или как урегулировать, может быть, эту ситуацию из-за этого обстоятельства? Либо ничего не делать. Ну, то есть, вот, как бы, придется подумать. И крепко подумать, чтобы разрешить вот этот нежданчик. Для тех, кто свободен. Здесь у нас выпал отшельник. Ну, судя по карте, уважаемые весы, такое ощущение, что вам будет недодам. Вот, какая-то у вас будет такая очень сильная концентрация на чем-то другом. Поэтому все предложения, которые будут вам поступать по знакомству, а они могут поступать, могут вас соблазнять. Дамы могут. Но вот как-то вот ноябрь не для них, скажем так. Ну, в принципе, вы знаете, если посмотреть вот на эти карты, то я думаю, что рабочая атмосфера, атмосфера бизнеса, она может вас настолько поглотить, что вы этот вопрос, ну, как бы, отложите на потом. Но пока вам не до того. Что уйдет и что придет? Уйдет, у нас выпала здесь карта Иерофант, а придет десяточка Пентаклей. Ну, вот я начну, наверное, как раз придет. Как я уже сказала, что ожидается очень какой-то хороший финансовый, возможно, задел, и не только. Что-то прибудет, какое-то появится предложение, какой-то шанс у вас появится, можно сказать, удача ударит. Ну, вот здесь придет как раз десятка Пентаклей. То есть как раз то же самое, какая-то финансовая удача вам придет, друзья мои. Вот. И, возможно, она даже, знаете, будет связана с усилиями всей вашей семьи. Вот. Если это касается бизнеса. Ну, в принципе-то и не только бизнеса. Может, вы продадите недвижимость, наконец-то, которую хотели продать. Вот. И, как говорится, вот вам и подарочек. Да. Что уйдет, Иерафант? Уйдет, знаете, необходимость решать какой-то вопрос, возможно, юридического характера, возможно, судебного характера. То есть он, наконец-то, разрешится и утратит свою актуальность. И вам больше не надо будет искать выхода. Не надо будет пользоваться услугами консультантов. Не надо перелопачивать массу какой-то информации, оформления документов. То есть этот вопрос у вас уйдет. Вот такой прогноз получился. Я считаю, что, дорогие весы, прогноз очень хороший. Просто замечательный. И ноябрь не пройдет впустую. Скучать не придется. Вот как-то так. Ну, а я вам желаю, конечно, удачи, везения. Пусть у вас все получится. Пусть, как говорится, все будет лотком и мирком. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, уважаемые скорпионы-мужчины. Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на ноябрь 2019 года. Посмотрим, какие события ожидаются по основным сферам нашей жизни. Вот, как говорится, что придет, что уйдет и так далее. Итак, какие основные события ожидаются в этот период? Начнем с фона месяца. Каким будет фон месяца? Отлично. Дальше. Как события сложатся на работе? Как события сложатся в бизнесе? Как события сложатся в финансовой сфере? Ну, вообще, друзья мои, это нечто. Ладно. Как сложатся отношения для тех, кто в паре? Как сложатся отношения... Какие события ожидаются в личной жизни для тех, кто свободен? Что уйдет и что придет? Отлично. Так. Сейчас я посмотрю, что там у меня. Все нормальненько. Даже вот так вот сделаем. Итак, уважаемые мужчины, давайте посмотрим. Во-первых, фон месяца. Выпала шестерка жезлов. Ну, вот что тут скажешь? Как говорится, комментарии тут особо, наверное, не надо изощряться в них, потому что сама картинка говорит за себя. Месяц довольно будет насыщен на встречи. Месяц будет насыщен на какие-то договоренности. Месяц будет, возможно, у кого-то насыщен сдачей экзаменов, сдачей, прохождением аттестации, доказыванием своей правоты, если можно так. Даже, знаете, не правоты, а, скорее всего, своей авторитетности, своего мастерства. И, соответственно, результат вас могут принять туда, куда вы хотите попасть. Вот как-то так. Очень хорошая карта. Она говорит о победе. Она говорит о достижении. Она говорит об окончании трудного процесса. Она говорит об окончании проблем. И начале новой жизни. Начале новой полосы, скажем так. Ну, если образно выражаться, выход из чёрной полосы и заход в белую полосу. Ну вот, теперь давайте посмотрим, что в сфере работы. Здесь у нас выпал старший аркан смерти. Ну, вот, кстати говоря, подтверждение моих слов, друзья мои. Новая полоса. Новый этап жизни. Трансформация. Полная трансформация в сфере работы. То есть здесь может быть у кого-то увольнение, у кого-то смена вида деятельности, смена профессии, смена, переход на другую вакансию, переход на другую специальность. То есть изменение своего статуса, изменение своего положения в рабочем коллективе. И учитывая, что у нас здесь шестёрка жезлов, то это будет, скорее всего, в лучшую сторону. Вот так, друзья мои. Кто ищет работу? Ну, карта смерти, она говорит, что вас могут подстерегать какие-то неожиданности. В каком плане? Что ситуация может так развернуться, что либо вам вообще работа не понадобится, либо вам понадобится, вернее, вы попадёте туда, куда вообще не собирались попадать. Или займётесь тем, чем не собирались заниматься. То есть вы, может, искали вакансию свободную, а в ноябре месяце переиграете и станете заниматься бизнесом. То есть трансформация вот именно в рабочей сфере, она может быть любая. Тут уже, как говорится, зависит от вашей компетенции, пожеланий, мечтаний и так далее. Что касается бизнеса, друзья мои, вы впала башня, карта башни. Ну, вот если у кого-то бизнес шёл ни шатка, ни валка, если у кого-то было уже настроение закрыть этот бизнес, то это произойдёт, друзья мои. Башня говорит, что всё. Пришёл конец. Пришёл конец, и надо будет что-то менять. Либо, кстати, может быть здесь даже и пересмотр каких-то бизнес-планов. Пересмотр бизнес-моделей. То есть вы можете отказаться, не обязательно закрывать бизнес, будете. Вы можете просто-напросто отказаться от старой бизнес-модели и пойти по новой бизнес-модели. Можете изменить структуру своих партнёров. Можете изменить, пересмотреть, точнее, структуру своих покупателей. То есть это полный отказ от чего-то. То есть не обязательно разрушение, но полный отказ от чего-то. Начиная с самого бизнеса и заканчивая каких-то деловых связей и контактов. Финансовая сфера. Ну, учитывая, что здесь идёт у нас, видите, какая глобальная трансформация, естественно, может быть в финансовой сфере поджидать какие-то неожиданности. То есть вы рассчитывали на одно, получилось другое. Ну, что это может быть, что это может значить? Например, вы рассчитывали на какое-то финансирование. Но финансирование можете либо совсем не получить, либо получить, но под другие условия, к которым вы вполне можете быть не готовы. То же самое касается и работы, кто по найму. Можете получить предложение, которое вас несколько, ну, заставит, поставят в ступор, потому что там финансовая составляющая будет, ну, совершенно для вас неожиданная. Ну, допустим, раньше вы работали по фиксированному окладу, а тут вам предлагают, слушай, давай, вот оклад у тебя будет поменьше, чем ты там получал, но бонусы у тебя будут в зависимости от того, как ты поработаешь. То есть тут надо, как говорится, вам придётся почесать репу, типа соглашаться или не соглашаться, или взять устойчивую, и, как говорится, не волноваться, или вот согласиться на такие условия. То есть будут неожиданности. И то же самое касается бизнеса. Пересмотр, возможно, условий контракта, пересмотр финансовой составляющей, или рассчитывали на одну сумму доходов, прибыли, получилась совершенно другая. Вот как-то так, друзья. То есть в финансовой сфере не исключены неожиданности. Разного рода неожиданности, в зависимости, кто чем занимается. Вот о чём нам говорит карта. Также могут быть неожиданно возникнуть и траты. Траты, которые не то, что не были даже запланированы вами, а траты, о которых вы и не подозревали, и не планировали, и не думали, что вы когда-нибудь будете тратить на такое свои деньги. Что касается отношений. Здесь у нас выпала девятка жезлов. Ну, в принципе, отношения... Здесь у нас никаких таких критичных ситуаций. Скорее всего, они будут складываться из расчёта того, что не навреди, я бы так сказала. Не навредить, и в то же время учитывать будете вы свой прошлый опыт. То есть ваши намерения, они будут скорее в построении, в укреплении отношений. Как бы закладка нового фундамента на ещё большую прочность этого фундамента. Вот. Вот как-то так. Что касается тех, кто свободен. Здесь у нас выпала дама жезлов. Ну, мужчины. Вполне возможно, что на вашем пути встретится женщина. Женщина очень энергичная. Она вполне вам может понравиться. Либо вы ей можете понравиться. И не исключено, как говорится, обоюдный между вами интерес. Если это будет ваш интерес, то, значит, вы начнёте прикладывать довольно серьёзные усилия, чтобы завоевать эту женщину. То есть она вам будет близка по вашим требованиям. Ну и обратная ситуация. Если в вашем окружении появится такая поклонница, то, в принципе, она долго думать не будет. И даст очень быстро понять, что имеет к вам симпатию. И, соответственно, начнёт энергично действовать. Так что будьте готовы к такому напору со стороны этой дамы. Вот. Но, тем не менее, время пройдёт очень хорошо с этой дамой. Она, ну, скажем так, если даже серьёзные отношения не завяжутся, то эти отношения, эта связь, она будет довольно для вас привлекательна. Также не исключено, что вас кто-то познакомит. То есть эта дама в вашем окружении может сыграть роль, типа, как свахи, что ли. То есть может вас познакомить, свести с кем-то. С новой партнёршей. Вот так вот. Далее идём, друзья мои. Что уйдёт? Девяточка. Девяточка мечей. Отлично. То есть уйдут какие-то переживания. Уйдут какие-то такие, знаете, состояния, что ой-ой-ой, получится, не получится. Ой, что делать, что делать, как быть. Понимаете? И это хорошо. И это хорошо. Уйдёт какая-то, возможно, даже неопределённость своего рода. Застой какой-то, который вас будет тревожить, не давать вам спать. А какая-то проблема разрешится. Да, какая-то разрешится у вас проблемочка. Уйдёт на задний план. Что придёт? Ну, придёт десятка чаш, дорогие мои. Может, на радостях. Вот, уходит проблема. И наступает, наконец-то, спокойное, радостное время. Да тем более ещё шестёрочка жезлов. Боже ты мой. Всё складывается как нельзя лучше. Эмоции играют. Сердце поёт. Душа поёт. Всё поёт, как говорится. У кого-то, может быть, даже, знаете, и помолочка. Или свадебка даже может наметиться. Вполне. Или какое-то мероприятие будет очень радостное. Может быть, семейное. В кругу семьи. Может быть, в кругу близких вам по духу людей. А может быть, даже и корпоративчика. Почему бы и нет? Весёлый корпоративчик. Обмывание, так скажем, какой-то вашей победы. Какого-то вашего достижения. И это тоже может быть. Вот такой интересненький получился прогноз. Даже несмотря на карту смерти, карту башни. Как говорится, опираемся на то, что фон месяца изумительно хорош. И всё, что не делается в данном случае, всё делается к лучшим. И плюс, что придёт. Придёт радость. Ну, о чём можно говорить? Говорить, как говорится, не о чём. Да будет так. Вот и всё. Удачи вам. Везения вам. Здоровья. И пусть у вас всё сложится. И до новых встреч на моём канале. Приветствую вас, уважаемые мужчины-стрельцы. Приветствую всех, кто зашёл на мой канал. Сегодня у нас прогноз на ноябрь 2019 года. Посмотрим, какие ожидаются события в главных сферах нашей жизни. Как говорится, что придёт, что уйдёт и так далее. Итак, какие основные события ожидают вас в ноябре 2019 года. Начнём с общего фона месяца. Какие события ожидаются на работе? Какие события ожидаются в бизнесе? Какие события ожидаются в финансовой сфере? Как сложатся отношения с партнёршей? Какие события ожидаются в личной жизни для тех, кто свободен? Это у нас для тех, кто имеет пару. Это для свободы. Ну и заключительные карты. Что уйдёт и что придёт? Что уйдёт? И что придёт? Так, ну давайте смотреть. Фон месяца. Фон месяца. Выпал рыцарь чаш. Ну, волнительный может оказаться ваш месяц, но он будет больше связан... Вернее, эмоциональность будет связана ваша с тем, что надо будет разрешить какой-то вопрос. Решиться, точнее даже. Решиться на что-то. Какая-то будет стоять у вас задача. Или какая-то цель. Но она для вас будет, ну как бы это... Не совсем ясна до конца. Что там дальше ожидается? Что может получиться, если вы это осуществите? Если вы это реализуете? И поэтому вот эта нерешительность, она может тормознуть. Тормознуть. И не дать вам всё-таки в ноябре начать действовать. Вот. Но желание будет. Желание будет рвануть, стартануть. Это однозначно. Потому что вы уже на коне. Вам, как говорится, осталось только вот... Вступить в полосу воды и всё. Вы уже в другом пространстве. Сделайте вы это или не сделайте, другой вопрос. Ну, давайте посмотрим, что дальше. Сфера работы, друзья мои. Король. Король Пентакли. Ну, если это вы, то можно вас поздравить. Вас ждёт какое-то новое место. Более заманчивое. Причём в финансовом плане заманчивое. Это может быть и повышение зарплаты, или благосклонность руководства. Причём... Или получение бонусов, премий. Вообще, если это король не вы, а ваше руководство, то всё, ждите покровительства со стороны начальства. Оно вас оценит. Ну, уж насколько осыпет оно вас деньгами в ноябре или не осыпет. Но, по крайней мере, как минимум пообещает. Как минимум пообещает. Для тех, кто ищет работу, ну, здесь не обойдётся без чьих-то рекомендаций. Причём рекомендации должны быть очень такие серьёзные. И тогда, в принципе, у вас есть большая вероятность устроиться на работу. Да, большая вероятность. Ну, вообще, раз вы выпал король, в принципе, думаю, что вы этот вопрос, скорее всего, порешаете. Скорее всего, порешаете. Да, собеседование будет жёстким. В каком плане? Всё-таки вас будет очень дотошно проверять на ваши навыки, на ваш опыт. То есть, насколько вы подходите. Здесь будет всё скрупулёзно проверено. И если вы выдержите такую своего рода аттестацию, то это будет, как говорится, хорошо. Результат будет положительным. Так что, если что, вы готовьтесь именно к таким собеседованиям. Что ещё может быть нам король говорить? Ой, извините. Ну, то, что может появиться вакансии. То есть, если даже вы работаете, у вас может появиться вакансии. И эту вакансию могут вам предложить. Вообще, может даже поступить предложение и со стороны. Вполне. Можно даже, знаете, как сказать, что ноябрь, он не исключено, что он будет для вас финансово заманчивым. Вот так это я бы выразилась. То есть, появятся перспективы на будущее. Получать больше зарплату. Вот так вот. Получать больше зарплату. На увеличение зарплаты. Либо на какую-то приработочку. Либо на хорошие премиальные. Но это касаемо будущего. Вот, кстати говоря, рыцарь чаш, возможно, и связана вот эта нерешительность с предложением. С предложением, дорогие мои. О какой-то довольно заманчивой должности. Но, видимо, настолько эта должность будет непроста, скажем так. И, возможно, даже у вас там маловато будет опыта в каких-то моментах, что вы вот, ну, можете не сразу решиться на такой шаг. Но, тем не менее, факт остаётся фактом. Заманчивость предложения, она может быть вполне. Кто занимается бизнесом, друзья мои? Тут, знаете, выпал у нас император. Ну, император, как правило, может обозначать государственные структуры. Поэтому проверьте у себя, всё ли у вас там в отчётности нормально, всё ли правильно в учёте ведётся, там с лицензиями всё нормально и прочее, прочее. Потому что не исключены проверки. Проверки со стороны каких-то государственных структур. Это может быть и налоговые, это может быть там фонды, что там ещё у нас. Ну, проверяющих у нас очень много. Поэтому, с какой стороны приварить, тут уже сложно сказать. Ну, это, скажем так, отрицательная сторона. В положительном аспекте император может говорить о заключении крупной сделки. Причём сделки, связанной с участием в тендерах. Да, с участием в тендерах. То есть, сделка будет связана с какими-то бюджетными деньгами. Но она может быть крупной. И посодействует вам в этом, скорее всего, какой-то чиновник. То есть, человек, который либо близок государственным структурам, либо является работником этой структуры, но не простым работником, а, скорее всего, занимающим какую-то должность. Вот. То есть, может поступить от него предложение по этой сделке, от этого человека. Но также может и не только вестись переговоры, но и в ноябре может даже сделка сама осуществиться. Хотя, опять же, ссылаясь на рыцаря чаш, то сделка будет настолько, возможно, заманчива, но в то же время, может, у вас даже опыта нет по проведению такие сделки. Либо есть какое-то, может, недоверие, может, какая-то в связи с осторожностью. Но вы можете не торопиться, понимаете? Вы не будете торопиться ставить подписи, а, скорее всего, будете очень тщательно всё проверять. Думать будете. Но вас эта сделка будет манить, волновать. Как говорится, бурю эмоций вызывать. Но факт остаётся фактом. Что-то вас там будет не исключено, что смущать. Что касается финансов. Здесь у нас выпала шестёрочка мечей. Вот, кстати говоря, шестёрка мечей. Поиск информации. Любой информации. Если вы ищите работу, поиск информации по интернету, поиск информации по... Если вы бизнесом занимаетесь, значит, какой-то юридической, и не только юридической информации, может, и какой-то законодательный какой-то документ нужно быть, по оформлению этих документов, по договорной, возможно, части информации нужна будет. Но очень много времени будет именно уходить. Причём эта информация, она именно будет связана, скорее всего, с финансовой составляющей. Да. От того, как правильно вы эту информацию соберёте, как правильно вы оформите все финансовые документы, будет и ваш результат. Поэтому обратите очень такое пристальное внимание на этот факт. Кстати, это касается и тех, кто работает по найму. Да. Как у вас там трудовой договор, что там в него входит, так вы будете, как говорится, и получать. Поэтому особенно это касается тех, кто только устраивается на работу, то особое внимание обратите, что написано по части вашей заработной платы в вашем трудовом договоре. И желательно, как говорится, быть в курсе законов, то есть трудового законодательства. Это важно. Поэтому шестёрка, как раз мечей, она и говорит, что ваше финансовое положение положение будет впрямую связано с тем, насколько вы будете грамотны по финансовой части, точнее, по финансовой информированности. Вот так вот. Дальше идём. Отношения с вашей партнёршей. Здесь выпал, друзья мои, отшельник. Ну вот как-то тут получается, что вроде намечается отстранение. Намечается такое отстранение, отдаление от своей партнёрши. Вот. Ну, тут могут быть несколько вариантов. Либо вам будет не до партнёрши, а скорее всего вполне возможно. Либо вас что-то будет смущать в вашей партнёршей, рыцарь мечей. Он тоже говорит, какая у вашей такой, сказать, осторожность. Ну, может, что-то не так себя поведёт она. Может, что-то не так сделает, не так скажет. Что-то вас насторожит. Или, ну, или вы сами по своим каким-то этим самым отдалитесь, по своим соображениям, по своим интересам отдалитесь от партнёршей, хотя, в принципе, она, может, вам и ничего не сделала. Вот. То есть причина может быть вполне разной у каждого. Но ещё может быть отшельник говорить о погружении в себя, в какие-то размышления, в какие-то мысли. То есть какая-то, возможно, у вас будет ну, цель, идея, может, даже какая-то проблема, и вам будет не до партнёршей. Вы будете полностью сконцентрированы на себе, на своём внутреннем я, на своей какой-то задаче, цели, проблемы. И поэтому, соответственно, вполне может быть какое-то охлаждение. Но, тем не менее, как говорится, это дело временное. Рано или поздно вы выйдете из этого состояния. Что касается свободных. Свободных, здесь у нас выпала четвёрка жезлов. Хорошая карта. Хорошая карта. Она говорит о какой-то вечериночке. Не исключено, что на этой вечериночке вы познакомитесь с кем-то. Как уж дальше дела пойдут, это другой вопрос. Вечеринка может иметь семейный характер, может иметь корпоративный характер. Ну, вот что-то там у вас, как говорится, завяжется. Как надолго, ну, трудно сказать, у кого как. Но, тем не менее, флирт может случиться. Огонёк может зажечься. Теперь, что уйдёт и что придёт. Уйдёт. Туз жезлов. Туз жезлов. Ну, туз жезлов, как всегда, у нас предвещает какую-то вспышку импульса. Вспышку какого-то энергетического заряда, что ли. Желания какого-то что-то сделать, что-то куда-то поехать, куда-то пойти, что-то совершить. Ну, вот как-то вот так, понимаете. Так что, вполне возможно, что в октябре у вас именно было такое состояние. Было. Вот. Но в ноябре скорее всего вы не то, чтобы затухнете, а скорее всего скорее всего вы либо порешаете, что вы хотели сделать, от чего у вас случился вот этот случился, случилась эта вспышка, да, либо это просто для вас потеряет актуальность. Всё-таки туз жезлов это временное, временное состояние. И вот если в это время вы сделаете, успеете вернее сделать то, что вы хотели, то может получиться. По тузу жезлов никогда нельзя тянуть. Если затянул, то всё. Значит можно вычеркнуть из планов то, что вы хотели. Вот это уйдёт. Ну, опять же, я сказал, у каждого из вас по своей причине. Либо вы уже сделали то, что хотели, либо просто пыл прошёл. Что придёт? Двойка жезлов. двойка жезлов говорит о какой-то двойственности, двойственности положения, двойственности ситуации. Не исключено, что вам понадобится какая-то конфиденциальная информация. Не исключено, что придётся что-то проверять, кого-то проверять тоже. Делать выбор либо оставаться, либо решаться на что-то, если это связано с работой, то либо увольняться, либо занимать новую должность, либо переходить на предложенную вакансию, предложенную новую работу, либо остаться. То же самое и по бизнесу. Принимать, не принимать сделку. Работать с этим партнёром дальше, не работать. То есть вот такая двоякая информация. такая двоякая ситуация. Но главная составляющая этой карты она то, что выбирая, выбирая, вы будете обязательно собирать информацию. Обязательно. Вот такой прогноз получился уважаемые стрельцы мужчины. Прогноз нормальный, я бы сказал, продуктивный. в принципе никаких критических абсолютно ситуаций. Не то, чтобы скучать не придётся, но, как говорят, всё решаемо в рабочем режиме. Вот так я бы сказала. Поэтому я желаю вам удачи, желаю вам, пусть у вас всё сложится, пусть у вас всё получится, здоровья вам, и, как говорится, будьте счастливы. До новых встреч на моём канале. Приветствую вас, уважаемые козероги-мужчины. Приветствую всех, кто пришёл на мой канал. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на ноябрь 2019 года. Посмотрим, какие события ожидаются в этом месяце в главных сферах вашей жизни, а также что придёт, что уйдёт и так далее. Начнём. Значит, какие основные события ожидаются в ноябре 2019 года. Основной фон месяца. События на работе. События в бизнесе, кто занимается бизнесом. События в финансовой сфере. Как сложатся отношения для тех, кто в паре. События в личной жизни для свободных представителей. Для тех, кто ищет себе партнёршу. И две последних события, два последних позиция. Это что уйдёт и что придёт. Отлично. Итак, начнём. Фон месяца. Выпал старший аркан суд. Не исключено, что у кого-то месяц будет напряжён решением каких-то юридических вопросов. Не исключено, что судебных вопросов. так же вполне возможно, что какие-то придут какие-то перемены в вашей жизни. Может быть в личной, может быть в деловой. Тут у кого как, как говорится. Но карта суд, она всегда говорит о переменах. о переменах. Не исключено, что это будет возвращение что-то из прошлого. Или наступление такой ситуации, когда надо будет скажем так обрубить что ли, обрубить какие-то концы. Либо вернуться к какому-то вопросу нерешённому ранее и дорешать его. Что касается сферы работы. Здесь у нас десяточка чаш. Да, эмоциональная карта выпала, но карта радостная. Не исключено, что какие-то будут события, мероприятия точнее у вас на работе. Может быть вы будете праздновать какой-то свой почин или какую-то заслугу или какой-то полученный навык или признательность со стороны начальства, но главное, что будет повод для радости. Возможно, какое-то партнёрство образуется у вас на работе. Может быть, вы помиритесь наконец-то с коллегой или с коллегой или с коллегами и в коллективе наступит, как говорится, мир, если до этого были ссоры и интриги. может быть, просто-напросто кто-то будет день рождения на работе отмечать своего коллеги или начальство день рождения либо корпоративчик. Кто ищет работу, у вас есть вполне шанс трудоустроиться и причём очень даже хорошо. По крайней мере, на первых порах вас это будет радовать. Как дальше пойдёт, но вот именно при трудоустройстве вы будете испытывать только положительные эмоции. Что касается бизнеса, здесь у нас выпала карта мир. Что тут можно сказать? Вот я думаю, что вот эта карта суд и мир, она, скорее всего, связана будет с тем, кто по бизнесу будет связана. И касаться будет именно кто занимается бизнесом. Потому что вот эти кардинальные перемены, кардинальные перемены, они как раз могут привести к окончанию какого-то этапа в вашем бизнесе, в развитии вашего бизнеса или в становлении вашего бизнеса. Вот. И начале совершенно другого этапа. То есть вы проживёте какой-то отрезок, какой-то отрезок времени, сделаете что-то в бизнесе, допустим, ну как. То есть есть период старта, есть период развития, есть период реорганизации. Вот в данном случае ноябрь может для вас явиться вот таким или тем периодом, или другим, или третьим. Как вроде бы, знаете, что было до, это уже ушло, это уже не актуально. И наступает новое время, новое время, новые методы работы, новый подход к бизнесу, новые контрагенты. То есть если раньше вы ориентировались на мелких клиентов, то сейчас возможно ориентир возьмёте только на крупных и будете работать с крупными свип-клиентами. То есть понимаете, что-то вот такое произойдёт, перетурбация у вас, перетурбация. Причём она произойдёт довольно-таки, ну не сказать, чтобы резко, но главное, она произойдёт окончательно. То есть назад вы уже не вернётесь. Как вы раньше работали, как у вас раньше развивался бизнес, уже всё, к этому пути дальше, пути назад нет. Только вот что-то будет новое. Финансы. Ну здесь выпала дама мечей. Да, финансы потребуют особого внимания, очень жёсткого внимания. Более того, не исключено, что будет каждая копеечка на учёте. И вообще, может быть, в ноябре месяце очень такой скрупулёзный учёт, понимаете, и доходов, и расходов. Вот. Всё будет именно, все расходы и доходы будут не то, под вашим пристальным вниманием, но они будут продуманы, они будут заранее спланированы, и отступать от этой сметы или от этого плана вряд ли вы в ноябре месяце будете. Не исключено также, что что-то выбросится из статьи расходов. Не исключено, что в статью доходов что-то прибавится, какой-то возможный источник. Но вот именно перетекание такого своего рода произойдёт финансовых потоков. Из одного качества в другое качество. Вот такая будет. Но то, что будет очень строгий учёт, то, что будет очень пристальное внимание, я думаю, что это действительно будет связано с такими переменами. Фон месяца говорит, вернее, фон месяца подтверждает, что это действительно может быть. Далее у нас отношения с партнёршей для тех, кто в паре выпал туз пентаклей. Какой-то новый импульс появится уважаемый мужчина у вас. Какая-то идейка, какая-то мысль. Может вы захотите что-то изменить в ваших отношениях и скорее всего захотите добавить чувственности, то есть какие-то новые нотки. И будете склонять к этому естественно свою партнёршу. Как у вас это получится? Другой вопрос. Думаю, что получится нормально. Опять же, карта сута говорит об изменениях. Вполне возможно, что ваше настроение по поводу отношений с партнёршей или какие-то новые импульсы к своей партнёршей, они как раз всё взаимосвязаны. И эта карта сута также говорит, что перемены могут быть и в личных отношениях у вас. Те, кто свободен, туз, чаш выпал. Эмоциональный месяц будет, уважаемые мужчины, очень эмоциональный месяц. В связи с чем он будет связан, вполне возможно, что у вас появится новая партнёрша, новая связь. Более того, не исключено, что эта новая связь может настолько вас поглотить, настолько увлечь, что, как есть выражение, вы пролетаете весь месяц как на крыльях. От радости, от возбуждения, как говорится, от каких-то мечтаний, может быть, даже по части иллюзий, всё может быть. Вот. Очень эмоционально. В плане личной жизни у вас может быть очень эмоциональной. Дальше. Что уйдёт и что придёт? Уйдёт у нас здесь выпала четвёрка мечей. Вот. Уйдёт узость какая-то мышления. Уйдёт типа туннельного зрения на какую-то ситуацию. То есть что-то возможно вы до конца не могли понять, увидеть все аспекты какого-то обстоятельства, какой-то ситуации. Может быть, даже если бы у вас была идея, то вы не могли её рассмотреть во всех гранях её. Что там, как это всё выйдет, как получится. Может, это и отношения касаться. Понимаете? Вот это уйдёт. То есть как вроде бы у вас снимутся очки, что ли. Неважно, какие розовые или не розовые. Но вы наконец-то сможете... Вот, кстати, чёрные очки. Они наконец-то спадут. И вы сможете наконец-то увидеть всю картину, всю полноту картины. Вот. То есть узость зрения, туннельного зрения, невозможность понять, что происходит, почему происходит и как действовать, это, друзья, у вас уйдёт. Ну, это у того, у кого есть какая-то такая проблема или какая-то ситуация или ещё что-то. Что придёт? А придёт, друзья мои, король Пентакли. Придут новые планы. Придут новые желания расширить границы своего влияния. Может, это и вот касается ваших личных отношений с партнёрством. Может, это касается вашей работы или бизнеса. Вполне возможно, кстати, и бизнеса. Вот. Кто занимается бизнесом, допустим, наметятся какие-то новые ниши, где можно себя-то реализовать, куда можно вложить деньги. Дальше. Кто работает, вполне возможно, что у вас появятся новые идеи по освоению какой-то совершенно другой специальности. Или а может даже по созданию своего дела. И это может быть. То есть рыцарь, рыцарь Пентакли говорит о начале каких-то новых заделов. То есть какой-то вы период прошли, что-то вы уже сделали, чего-то достигли, и пора двигаться дальше. Вот такое будет у вас настроение. Именно это ощущение и придет в ноябре. На этом я заканчиваю, друзья, прогноз на ноябрь. Желаю вам, конечно, счастья, желаю вам здоровья. Пусть у вас все получится. И удачи вам. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, уважаемые водолеи, водолеи мужчины. Также приветствую всех тех, кто зашел на мой канал. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на ноябрь 2019 года. Посмотрим, какие ожидаются события на этот месяц. События в главных сферах нашей жизни. Работа, бизнес, что придет, что уйдет, финансы и так далее. Итак, какие основные события вас ожидают. Фон месяца. События в сфере работы. События в сфере бизнеса. События в сфере финансов. Как сложатся отношения с партнершей. Какие события в личной жизни ожидают свободных. Это у нас кто в паре. Это кто свободен. И последние две позиции. Что уйдет в этом месяце и что придет в этом месяце. Итак, фон месяца. Тройка пентаклей. Работаем. Работаем, работаем, не покладая, как говорится, рук. Кто-то будет очень увлечен этим процессом и для чего-то это будет нужно. Может в виде аврала. Может, чтобы закончить какой-то проект. Может, чтобы закончить и получить скорее денежки. Либо кого-то будет подгонять заказ. Срочный заказ. В общем, предстоит работа, друзья мои. Предстоит работа. Что касается событий в сфере работы. Здесь у нас выпала восьмерочка жезлов. да, ситуация может потребовать выбора. Может быть, кто-то получит предложение и будет думать, идти туда или не идти. Кто-то будет думать, увольняться или не увольняться. Какую работу выбрать, как повести себя с коллегами, как решить проблему, допустим, с руководством, как решить проблему в отношениях с коллегами, как разрешить какие-то спорные вопросы. То есть атмосфера выбора в ноябре месяце в сфере работы. Атмосфера выбора. Причем этот выбор должен быть скажем так правильный. Нежелательно допускать ошибки. Очень нежелательно, потому что от этого выбора будет зависеть, как у вас дальше пойдут дела. Еще можно добавить к этому, что возможно вам кто-то поможет сделать этот выбор. Или подскажет, как этого сделать. Или что-то посоветует. То есть не исключено, что вы не останетесь наедине с таким трудным моментом. Что касается бизнеса. Здесь друзья мои в принципе все нормально, без эксцессов. Будете потихонечку налаживать процесс рабочий, налаживать контакты с партнерами, с клиентами, как говорится, дебет с кредитом сводить, если там что-то где-то шероховатости, эти шероховатости убирать. какие-то спорные вопросы будете отлаживать их в форме компромисса. То есть в принципе здесь все спокойно, я бы так сказал. Гармонично. По крайней мере вы будете делать все, чтобы ваш бизнес не приносил вам беспокойства. ваши дела шли потихонечку, помаленечку, как говорится, но стабильно и в лучшую сторону, конечно. Что касается финансовой стороны вопроса, здесь у нас выпал туз-чаш. Будет какой-то приток, приток финансов, новый ручеек появится какой-то, вот, но тем не менее финансы вполне невозможно, потребует от вас, ну, не скажу, чтобы повышенного внимания, нет, скорее всего, что-то будет вас будоражить, может, расходная часть, может, вы что-то там захотите такое купить и наконец-то купите. И вот будете этот месяц ходить в эйфории, что, ну, наконец-то я купил, наконец-то я приобрел. Вот. Либо, может быть, вы наконец-то получите какие-то деньги, кто вам задолжал, и будете очень радоваться, особенно, если это уже давным-давно тянется этот долг. И вот ноябрь пришел момент, и люди с вами рассчитались. Не исключено, что также радость в финансовой сфере связана с вашей работой. Вот. Очень хорошо вы поработали и очень хорошо заработали. То есть, в принципе, друзья мои, тут просто дела идут успешно, я так скажу. Во всех вот этих сферах дела идут успешно. Ну, вашими усилиями, конечно, не просто так, или усилиями, которые вы приложили в прошлых периодах. Но, тем не менее, факт остается фактом. Здесь все стабильненько. И если где-то чего-то, вы прилагаете определенные усилия, держите под контролем и ликвидируете любые шероховатости или критические какие-то моменты. Что касается отношений с партнершей. Здесь выпала императрица. Мне кажется, знаете, для вас ваша партнерша она выше всяких похвал, если так скажем. Вы ею довольны. Она ей, как говорится, на все руки мастерица и дома у ней порядок и вообще, как говорится, всем она вас устраивает. И можно сказать, я не удивлюсь, что кто-то даже, как говорится, и на руках носит. Потому что императрица это женщина с большой буквы. Истинная женщина. Поэтому тоже в отношениях с партнершей я тоже не вижу никаких острых каких-то проблем, острых ситуаций. Ну, тут вообще. Ну, может быть, конечно, может быть, что на ваше отношение с партнершей повлияет какая-то женщина. Но, опять же, императрица не всегда доброе побуждение. И если она и повлияет, то только в лучшую сторону. Что касается свободных, двойка жезлов. Двойка жезлов. Карта говорит о том, что вы начнете поглядывать, поглядывать, выбирать. не исключено, что у вас появятся поклонницы, и вам придется выбирать, какая из них лучше. Либо вы сами кого-то выберете, вернее, кого-то приметите и будете выбирать. То есть, новая партнерша, новая, да, новая партнерша будет у вас не одна, скорее всего. И еще один момент. Вам понадобится, не понадобится вам, вы захотите узнать о своих партнершах буквально все, всю информацию собрать, в том числе и конфиденциальную, чтобы, как говорится, не ошибиться. То есть, предстоит довольно-таки интересный период в ноябре у вас, будоражащий, так скажем, кровь, разгоняющий энергию. Но можно сказать, что эта сфера будет вас очень-очень интересовать. Дальше, что уйдет? Король чаш выпал. Уйдет какое-то ваше затворничество. Это раз. Уйдет период, когда вы о чем-то думали, о чем-то размышляли, что-то планировали, что-то затевали, проводили какие-то, может быть, интриги, подводные какие-то такие шаги делали. Вот этот период у вас закончится. Все прояснится, все, что нужно, вы сделаете. Если вы отдыхали, то, значит, период отдыха закончится. Вот. Если вы, допустим, праздновали что-то, все-таки король, иногда чаш говорит о каких-то вечеринках с применением алкоголя или увлечением алкоголя, то, в принципе, этот тоже период закончится. Все. Что придет? А придет дама мечей, друзья мои, придет, то есть вас остановит или на вас повлияет какая-то женщина. Если вот как раз было у вас увлечение, допустим, алкогольными напитками, ну, расслабиться захотели, бывает, вот, то эта женщина, скорее всего, предъявит вам жесткие требования и заставит вас остановиться, заставит вас прекратить, вот, и довольно жестко. Может, даже в виде ультиматума какого-то. Вот. Вот так от мне видится. То есть, еще, может, знаете, что если отвлечься от персоны именно женщины, то есть человека, да, если ситуативно рассматривать, то не исключено, что придет время для каких-то очень глубоких размышлений. Даже не на... Знаете, размышлений, не просто размышлений, а вот именно подведение итогов, что ли. Подведение итогов, наведение порядка, сведение дебита с кредитом, какой-то усиление контроля. Усиление контроля за какими-то событиями, за какими-то обстоятельствами, за действиями других, допустим, да, или себя, как говорится, вы приведете вот в такую жесткую форму контроля, что действовать только вот по такому плану. составите себе график какой-то еще, что-то напишите, что вот сегодня одно, завтра другое сделать, и вообще за месяц вот это нужно сделать. Вот. И будете, так сказать, себя держать в жестких рукавицах. Ну, по крайней мере, мне так видится. Вот такой месяц получился, уважаемые водолеи. Нормальный месяц, рабочий, в принципе, тут, знаете, слава Богу, никаких, нет таких жестких каких-то ситуаций, нет никаких особых волнений, все, в общем-то, так, все под контролем, одним словом, все у вас под контролем. И дайте Бог, чтобы оно так и было. Желаю вам счастья, желаю вам здоровья, желаю вам удачи и будьте счастливы еще раз. И до встречи на моем канале. Приветствую вас, уважаемые мужчины-рыбы. Приветствую всех, кто зашел на мой канал. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на ноябрь 2019 года. Рассмотрим ожидаемые события в главных сферах нашей жизни. Итак, начнем. Какие же события вас ожидают? Фунт месяца. События в сфере работы. События в сфере бизнеса. События в сфере финансов. О, как все интересно, батюшки святые. Ну, рыбки, месяц непростой. Так. Отношения с партнершей для тех, кто имеет пару. События в личной жизни, кто свободен. Что уйдет? Что придет? Так. ноябрь может выдаться непростым. Ну, самый интересный момент, о чем нам говорит фунт месяца, здесь выпала карта повешенная. Так вот, самый интересный момент в том, что вот эти обстоятельства и эти условия для себя вы создадите сами. то есть условия как бы обстоятельства, когда вы вынуждены пойти на какую-то жертву. В чем может быть заключаться жертва? Ну, так как все-таки месяц это слишком маленький срок, возможно, вы решите в этом месяце, так сказать, хорошо поработать, прилично подзаработать и окунетесь вот именно в эту работу по макушечку, как говорится, и с утра и до поздней ночи. откажетесь от своего распорядка жизни, типа сходить там с друзьями, побольше быть с детьми или да просто полежать или посидеть за компьютером. То есть вам вы добровольно откажетесь от этих приятных моментов. Ради чего-то. То есть именно повешенный он и говорит это добровольный отказ от чего-то. Ради чего-то. сфера работы. Здесь у нас троечка мечей. Как мы видим фон этой карты ну скажем так не айс. Да это может быть увольнение. Кстати увольнение не только вас. Это может быть увольнение вашего руководства. Это может быть увольнение какого-то ключевого сотрудника. Но главное что кстати это может быть закрытие фирмы или реорганизация или смена партнеров. То есть это как бы событие оно не пройдет мимо вас каким-то образом но оно вас затронет. Или вы в этом процессе каким-то образом будете участвовать. Может быть и такое. вот также эта карта может говорить о том что вы для каких-то своих интересов можете затеять ну не совсем честную игру. Да не совсем честную игру. Может быть и какую-то интригу. Ну а может кто-то даже какую-то подставу. Бывает кстати. Бывает да ну и бывает что говорить. То есть будет какая-то острая ситуация. Вот может вернее быть. И эта ситуация потребует нестандартного мышления. И вообще весь месяц весь месяц вполне возможно вам придется сконцентрироваться именно на сфере работы. В том числе и для тех кто ищет работу. Вот. Что еще? Что еще? Ну да троечка мечей она еще и говорит конечно о каких-то ссорах разборках на каких-то острых очень ситуациях. Да непростых ситуациях. Бывает бывает и такое конечно. Вот. Ну может быть знаете вот как раз и карта повешенная то есть ваш выбор ваш выбор пожертвовать чем-то возможно он даже связан и с этой ситуацией на работе. Может быть какой-то конфликт или может быть на вас как говорится начальство надавит типа того что вот давай мне вот работай вот ну должен выполнить этот заказ или там за двоих за троих надо поработать кто-то там в отпуске кто-то уволился вот и как говорится хочешь не хочешь а надо вкалывать тем более под угрозой того что я тебе тогда увольняйся понимаете ситуация будет острой что касается бизнеса тут туз мечей тут тоже в общем-то не все просто но не так критично скажем так у кого-то появится какая-то цель какая-то цель но цель она будет не совсем простая она будет даже сложная требующая каких-то расчетов сложных требующая мозгового штурма если можно так выразиться история ситуация может даже быть знаете вернее даже цель она как не совсем ясна скажем так то есть там так много многоходовок и эти многоходовки как лабиринт и их надо все пройти иначе можно как говорится попасть как кур ваще вот ну так же так же может быть карта и говорить об обстоятельствах об острых обстоятельствах где нужно принять правильные решения мало того что быстро действовать еще и действовать правильно да ситуация острая то есть как мы видим на картинке занесен меч то есть тут промедление ну не должно быть никакого так что разберитесь что у вас там в бизнесе происходит наведите порядок найдите слабые места и так сказать закрепите их финансы ну если мы видим вот эту всю картину то конечно оно и отразилось на финансах выпало десятка мечей да может быть нехватка может быть нехватка финансов может быть потеря финансов ну если вы увольняетесь то естественно вы теряете какую-то часть своего заработка на какое-то время пока новую работу не найдете или если острая ситуация там премии лишают или бонусов то тоже ситуация финансовая неприятная ну единственное что вот успокаивает в этом раскладе что не все так трагично да не буду говорить критично не все так трагично почему потому что все-таки повешенный он дает вроде бы как вам право выбора быть жертвой или не быть жертвой десятка мечей финансовая сторона она говорит о каком-то кратковременном периоде финансовых затруднений вот то есть уже близок тот период когда вы выйдете из этого пике да и ситуация начнет улучшаться появятся финансы появится возможность какие-то свои запланированные расходы сделать и ситуация начнет улучшаться еще раз повторю да но вот какой-то будет момент затруднений ну я говорю что все вот эти четыре карты они как раз и говорят как раз говорят что может быть может быть что-то такое произойти кстати говоря это может даже произойти по вашему желанию по вашему желанию допустим кто-то решит уволиться ну вот просто знаете хлопнув дверью бросит все плюнуть сказать да пошли вы ребята лесом все больше я с вами не связываюсь и уйти да пока вы найдете новые приложения своих сил где можно заработать естественно вы будете испытывать финансовые трудности то есть логично то есть вы добровольно пошли на жертву вы добровольно ушли с работы и естественно вы добровольно потеряли какую-то какую-то сумму своих доходов то есть понимаете не так все плохо не так все плохо поэтому не впадайте в панику дальше отношения как сложатся отношения с партнершей ну у кого-то возможно будет расставание кто-то уедет или вы уедете или ваша партнерша уедет то есть будет период когда вы будете на далеком расстоянии скажем так и общаться будете через электронную почту там через скайп и через телефон то есть связь у вас будет через какую-то как не напрямую не вживую скажем так а через вот именно услуги какие-то услуги связи вот дальше ну да либо я больше здесь вижу именно какие-то разъезды отъезды возможно у вас совместная поездка вполне может с партнершей какая-то совместная поездка куда-то уж куда не знаю но тем не менее либо месяц будет насыщен какими-то разъездами по делам это тоже может быть то есть ваши отношения они будут скорее всего иметь не вот какой-то такой личностный характер а вы будете погружены в какие-то общие дела вот так как я скажу либо в общие дела либо в отдых либо вот что-то вот такое вот ну здесь в принципе никакого напряжения нет в отличие от от этих сфер жизни здесь более-менее нормально так точнее здесь нормально теперь что касается тех кто свободен здесь выпала карта суд ну друзья мои тут значит история такая все-таки старший аркан и этот старший аркан он говорит об изменениях другой вопрос где как и где произойдут эти изменения они могут произойти у вас внутренние может быть изменения то есть либо вы решите что все больше никаких в ноябре по крайней мере в ноябре вы никаких партнерш не заводите и вообще вас личная жизнь как таковая ну пока не волнует может вот по причине вот этих всех событий вот и так сказать отгородитесь вот примите для себя решение все я как говорится не участвую ни в каких знакомствах нигде вот либо наоборот до этого если кто был отшельниками до этого то в ноябре месяце вы можете принять твердое решение что все однако надо заканчивать с одиночеством пора искать себе пару пора налаживать серьезные отношения вот и как говорится хватит быть свободным вот хватит быть свободным свободный полет в каком-то мере в каком-то для какого-то времени иногда бывает полезным но затянувшийся иногда не для всех это комфортно вот так вот скажем то есть тут два как я сказала два варианта либо наоборот вы отойдете от личной жизни либо наоборот примите решение заняться вплотную вот дальше дальше у нас с вами что уйдет и что придет что уйдет здесь выпала карта императора ну вот знаете еще может быть карта императора говорить о том что на август фу господи заговорилась уже простите на ноябрь на ноябрь будет оказывать влияние какой-то очень серьезный человек и не исключено что это ваш руководитель либо какой-то чиновник если это бизнес либо может быть это ваш отец если он вот контролирует вашу жизнь либо ваш партнер ну кто-то такой который обладает определенной властью властью над вами над вами вот то вот это давление вот это управление с его стороны оно уйдет закончится в ноябре месяце вполне возможно что император говорит о том что он в ноябре для вас раньше вернее был как бы помощником как бы вашим покровителем что ли поддерживал вас то опять же эта поддержка в ноябре закончится окончательно дальше друзья мои то есть вот если это влияние человека сказывающее на вас негативно давлеющий над вами то вполне возможно вот эта острая ситуация напряженная в сфере работы и бизнеса финансов она связана именно с влиянием этого человека то есть уйдет это влияние и закончится ваша ситуация дальше что придет придет девяточка жезлов да девятка жезлов говорит о том что действительно вы хорошо поработали вы хорошо поработали и вы заслужили отдых заслужили вознаграждение за это за эту работу и получили дополнительный какой-то опыт может опыт связан с отношениями может опыт связан с какими-то моментами в бизнесе или в карьере или в финансах но то что вы его получили чему-то научились что-то поняли что-то намотали себе на ус типа того что и больше если это что-то отрицательное больше вы на эти грабли не наступите то есть это ваш опыт это ваши заслуженные какое-то вознаграждение навыки поощрения или что-то такое вы сделаете сделаете что вам доставит это истинное удовольствие ну вот как дом построить понимаете вот несет человек себе домой дверь вот построили дом купили квартиру допустим или другую квартиру сняли сделали там ремонт или что-то купили в дом и вы испытываете вот такое приятное наслаждение от самого факта вот этого что вы это смогли сделать вот такой прогноз получился уважаемые рыбы ну несмотря вот на эти шероховатости еще раз повторю да напряженно да придется покумекать да придется как говорится поработать мозгами хорошо покрутиться но значит это для чего-то нужно значит это для чего-то нужно тем более это ваш добровольный выбор все вы сами могли создать эту ситуацию ну тем не менее несмотря на какие карты тут выпали в любом случае я желаю вам удачи желаю везения пусть если вы что-то задумали что-то задумали и это далось вам с трудом это далось вам с какими-то жертвами с вашей стороны главное чтобы был выхлоп выхлоп хороший а он придет этот выхлоп хороший вот и вы будете довольны удачи вам и счастья уважаемые рыбы и до встречи на моем канале